здравствуйте дорогие вопросы у вас очень интересные давайте начнем работать здесь есть очень личный вопрос о молитве за за сына ему 21 год он создался ему семью которая сейчас распадается вот сына тяжело как мне молиться за него тоже хороший вопрос наверное эта женщина понимает что уже правда ее советы и и вмешательство не нужно невозможно а вот как молиться за сына особенно в таких вот тяжелых ситуациях которые она описала или тут вот одна тоже спрашивала как молиться за дочку чтобы был хороший муж молитва о детях она очень важно если говорить про сына то я не стал бы ничего конкретного просить я посоветовал просто сказать господи твоя воля всегда благая я знаю что ты знаешь что лучше моему сыну и я тебе отдаю сына в руки прошу тебя сделать так чтобы ему было благо вот ну наверно такая короткая ясная молитва как молиться за сына в тяжелых ситуациях с ним происходящих а за дочку как помолиться чтобы был хороший муж ну я могу рассказать как мы молились я не за дочку вот поэтому вопрос я молилась бы не за дочку я молилась бы а ее муж и так как мы делали тоже нас рождался ребенок начинали молиться за мужа но если мальчик то и за жену и вы представьте себе что лет через 18 20 25 30 я не знаю когда вы встретите этого человека вы я вам гарантирую вы его знаете потому что вы все эти годы даже 30 лет молились за этого человека и вот молиться о нем именно чтобы он хорошо но провел вот эти детские и подростковые годы чтобы у него все было благополучно может быть вообще за него никто не молится бывают такие семьи чтобы господь его благословил чтобы упас от зла и падений соблазнов и прочее и чтобы он вывел на прямую дорогу встречи с вашей дочкой или там если вы молитесь за жену сына то с вашим сыном потому что за дочерей за сыновей мы и так и так молимся а вот хорошо бы молиться за будущих мужей ваших дочерей за будущих жен ваших сыновей вот как какая должна быть жена чтобы она была счастлива браке это очень большой вопрос и вас отсылаю опять к передаче семейный клуб там очень много это мы разбираем эти вопросы этот очень важный и серьезный вопрос несколько вопросов от молодых людей которые еще не в браке и это очень радостно потому что я всегда говорю что начинать надо раньше задумываться об этом учиться и вот это время еще до брака использовать с пользой чтобы потом было ну как-то легче я думаю радость не уже находиться в браке те люди которые пары которые приходят ко мне на семейный клуб они уже совершали какие-то ошибки что неизбежно уже наступили на какие-то капканы им приходится что-то уже исправлять а вот вам дорогие молодые люди можно многого избежать если ты много будете готовиться молиться об этом и изучать это здесь спрашивается даже о том какие книги прочитать пока нет опыта пока нету семьи девушка пишет что родители хоть и прожили вместе сорок с лишним лет но вот опыта такого счастливого брака радостного не имели и и у нее нет тут конечно этого опыта то есть какой-то видно отрицательный опыт но это не то же самое что положительный опыт здесь очень важно полностью довериться богу пишут молодые люди которые будут 33 года как научиться не тревожиться и доверяться господу пребывать в мире и радости потому что нет семьи и деток а этого хочется мне уже 33 года такой вот вопрос но 33 года это не не предел я думаю что это особенно сейчас когда не спешат семью образовывать рано но вот тревога есть это я понимаю здесь опять вопрос о вашей личной вере если вы доверяете богу если бы полностью ему отдали свою жизнь то тогда вы будете пребывать в мире радости потому что намерение как какие бог испытывает относительно вас они всегда хорошие они всегда добрые не всегда благие поэтому ну вот совет только один пребывайте в боге будьте пребывать в мире и в радости и не тревожиться о том что уже 33 года но нет семьи а это время использовать как данное вам время для того чтобы приготовиться и сюда же я хотел прочитать один вопрос как выбрать жениха как понять что он тот самый вот именно об этом я и говорю не выбирайте жениха не носитесь вот по компаниям и не дергайте себя а это он этого на этого на этого вот ночь в этом смысле успокойтесь потому что все таки это время давно не для того чтобы носиться и пробовать тот ли не тот ли да дружить это хорошо да знакомиться хорошо общаться тоже хорошо не сидите дома дома вы молчу найдете конечно только из по интернету что тоже бывает иногда удачно но все таки но вот с целью носиться и выбирать вот я бы вас отговорила от этого просто используйте это время наоборот для своего личного роста вере и роста как в будущей жены или будущего мужа узнать прочитать узнать пообщаться с более опытными какими-то парами побывать у них в семье поучиться вот это хорошее такое занятие которое даст вам уже какой-то задел на будущее а как понять что он тот самый но вот мне кажется когда он будет тот самый тогда вы поймете без всяких вопросов я не знаю как как иначе еще объяснить как-то сердце подсказывает что это он самый вы знаете у нас сын наш единственный он очень такой сосредоточенно серьезный очень человек очень скромный какой-то человек самоуглубленная так сказал не слишком общительный был и мы с бачкой как-то вот немножко думали ему помочь батюшка иногда говорила посмотри на эту девушку девушек вокруг было много хочешь я тебе телефон даже выпрошу ты там выпрошу ты потом сам можешь позвонить на что сын отвечал спасибо папа за заботу спасибо нам за за заботу но я как-то скажем отвечал но я сам пойму когда будет та самая игла как пойму а вот у меня сердце отзовется ну и помимо все-то отстали от него мы ему доверяли он человек верующий и серьезный и в какой-то момент когда мы уже перестали об этом думать и над тем волноваться он мне позвонил и сказал мама я встретил ее я говорю кого ту самую которую для меня создал бог вот так он сформулировал который для меня создал бог очень интересно я спросил как зовут я еще не спросила где-то встретил в институте у меня был чисто материнский вопрос откуда народом москвичка нет глупейший вопрос но у меня он интересовал он сказал мама как ты можешь такой спрашивать я еще не даже не подошел но видите сердце отозвалось он еще не подошел не познакомился даже еще не узнал имя а уже вот мне позвонил что вот я ее кажется нашел ну кстати она и стала его женой вот и оказалась она из хакасии совсем не москвичка чудесная наша невестка но вот эти он все-таки сам его сердце подсказало что она та самая будет так чтобы на вопрос как понять что тот самый не отвечу я поймете когда тот самый я думаю что здесь надо бы молиться вот уже конкретно молиться о том чтобы господь во-первых молиться за своего будущего мужем и как мы родители молимся за будущего мужа дочери или за будущую жену нашего сына так и и они уже в таком возрастном возрасте могут за это молиться и наши вот дети молились за это тоже это там вот свой опыт молитва это очень очень благотворный опыт и молиться о том чтобы вот господь подсказал вот и чтобы сердце правда подсказала господь подсказал что этот тот самый или та самая я думаю что вот такой надежды с упованием на бога там все будет хорошо с молитвой у нас впереди еще сейчас производстве перейти скоро выйдет цикл который мы назвали верующие о простых людях а их пути вере пути к богу разных людей но в том числе и наши дети расскажут конкретно вот как сложились их семьи вот на этом пути веры на этом наверное все на сегодняшний день скоро будут новые ответы подписывайтесь на наш канал читайте наш инстаграм заходите на наш сайт все под одним названием триада студия до свидания